Евсей Викисарийский. Церковная история. Я поставил себе задачи описать следующее событие. Принемство святых апостолов. То, что произошло от времен Спасителя нашего и до наших дней. Какие и сколь важные дела совершены были по сказаниям в Церкви. Кто стоял во главе наиболее известных церковных кругов и со славой руководил ими. Кто в каждом поколении устно или письменно защищал Слово Божие. Именно нрав и время тех, кто жаждал новизны, дошли до пределов заблуждения и, вводя лжеименное знание, гнозис, как лютые волки, беспощадно расхищали стадо Христово. Также то, что произошло со всем иудейским племенем, сразу же после их заговора против Спасителя нашего. Когда и каким образом язычники подняли войну против Слова Божия, какую великую борьбу в свое время вели за него мученики, претерпевшие пытки и пролившие свою кровь. Затем современные нам свидетельства и благостное милосердие Спасителя нашего ко всем нам. Я начну не иначе, как с изложения Божественного домостроительства, основание которому положено Господом нашим и Иисусом Христом. Сразу, однако, прошу я у людей благожелательных снисхождения к своей работе. Я сознаюсь, что осуществить это обещание в совершенстве и полноте свыше моих сил, ибо я первый берусь сейчас за такое повествование и вступаю как бы на нехоженную и непроторенную дорогу. Молю Бога быть мне путеводителем и силу Христа содействовать мне в работе, потому что не мог я найти никаких следов от людей, шедших до меня по той же дороге. Если не считать самих, что не есть мелких рассказов, в которых всякий по-своему оставил частичное повествование о пройденном им отрезке времени. Словно вдалеке высоко поднятые факелы были голоса людей, словно откуда-то сверху со сторожевой вышки нам кричат и указывают, где следует идти и как направлять ход рассказа, не блуждая и в безопасности. Все, что в их там и сям рассеянных воспоминаниях я сочту полезным для поставленной себе цели, я соберу. Словно налогу духовном, я, как цветы подбираю у старых писателей нужные мне сведения и стараюсь представить их в историческом повествовании как нечто цельное. Я буду рад сохранить память о преемстве, если и не всех, то наиболее известных апостолов Спасителя нашего, в церквах славных и по сейчас незабытых. Я считаю эту работу своей насущнейшей задачей, потому что, насколько я знаю, ни один из церковных писателей до сих пор не потрудился такое предпринять. Надеюсь, что моя работа будет очень полезна тем, кто внимательно прислушивается к поучительным урокам истории. Я уже раньше дал в своей хронике краткий очерк событий, подробный рассказ о которых намерен дать сейчас. Изложение мое начнется, как я уже сказал, с домостроительства Христова и объяснения его природы. По глубине и силе она выше человеческого понимания. Собирающийся писать историю церкви обязан начать с того часа, когда Христос, от него удостоились мы получить свое имя, положил основание своему домостроительству, более божественному, чем это кажется многим. Природа Христа двойная. Одна похожа на голову тела, в ней признаем мы Бога. Другую можно сравнить с ногами. Он облегся в нее ради нашего спасения и стал человеком той же природы, что и мы. Изложение последующих событий будет безукоризненным, если мы расскажем всю историю слова. Начиная с самого высокого и главного. Таким образом, тем, кто считает, что христианство возникло не раньше вчерашнего дня, будут показаны его древность и божественность. Происхождение, достоинство, сущность Христа и его природу не в силах изъяснить никакое слово, как и говорит Дух Божий в пророчествах. Род его кто изъяснит? Ибо никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына по достоинству Его, кроме Отца, Его родившего. Свет примерный, предвечную мудрость, разумную и сущностную, живое изначального Отца пребывающее Слово Бога. Кто, кроме Отца, в чистоте поймет Его, до создания и устроения всего видимого и невидимого, первое и единственное рождение Отца, архистратига разумного и бессмертного небесного воинства, Ангела Великого Света, исполнителя мысли Отца, невыразимой Словом, вместе с Отцом Создателя всего, второй после Отца причины, всецелого, истинного и единородного Сына Божия, владыку, Бога и Царя Всего Сотворенного, приявшего от Отца господство и силу, а также божество, могущество и честь. Ибо по таинственному богословению Писания вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Так и великий Моисей, самый древний из всех пророков, описывая по внушению Духа Божия, как была создана и устроена Вселенная, учит, что Творец и Создатель всего, никому иному, как Христу, именно Божественному, перворожденному, Слову Своему, поручил создание низших тварей и представляет беседу их о создании человека. «Сказал Господь, сотворим человека по образу и подобию нашему». За эти слова поручительствует другой пророк, который в своих песнопениях так рассуждает о Боге. «Он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Он вводит Отца и Создателя, как Верховного Владыку, царственным мановением повеляющего. А Слово Божие вторым по Нем, то самое, которое было нам проповедано. Которое исполняет отеческие повеления. От самого создания человека все, о ком говорят, как о людях особой праведности и благочестия. Великий слуга Божий Моисей, окружавший его, а еще раньше до него первый Авраам, его дети и те, кто потом явили себя праведниками и пророками, созерцали его чистыми умственными очами, узнали и чтили его, как и следует чтить Сына Божия. Он же, ничуть не ослабевая почитание Отца, стал для всех учителем в познании Отца. Авраам, сидевший под дубом мавримским, увидел, по словам Писания, Господа Бога в образе обыкновенного человека. Но он сразу же простерся перед ним, как перед Богом, хотя глазами своими он видел человека. А он умоляет его, как господина, сознается, что не знает, кто он. Говоря такие слова, Господи, ты судишь всю землю, не сотворишь ли суд? Если недопустимо предполагать, что нерожденная и неизменяемая сущность Бога Вседержителя может, изменившись, принять облик человека, или обмануть глаза зрителей видом созданной твари, если нельзя думать, что все это лживые выдумки Писания, то кто другой мог бы назван быть Богом и Владыкой, судящим всю землю и творящим суд, узренным в образе человека, как непредвечно существовавшее слово первопричины всего? О нем сказано в псалмах. Послал Слово Божие и исцелил их, и избавил их от погибели. Моисей ясно отводит ему второе место после Отца Господа, говоря, «И пролил Господь на Содом и Гоморру, дождем серу и огонь от Господа». Это слово, явившееся Иакову, опять в облике человека, Божественное Писание называет Богом. Он говорит Иакову, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И назвал Иаков это место. «Вид Божий», говоря, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Не дозволено подозревать, что в описанных Богоявленных речь идет о низших ангелах, слугах Божиих. Когда кто-либо из них является людям, Писание этого не скрывает. Оно не называет явившихся ни Богом, ни Владыкой, но ангелами, как легко убедиться по множеству свидетельств. Слово это преемник Моисея Иисус называет предводителем небесных ангелов, архангелов и надмирных сил, как предвечно существовавшую силу и премудрость Отца, как того, кому доверено второе место в царствовании над всем и в управлении всем. Он называет его архистратигом воинства Господня, увидев его снова в обличии и образе человека. Ибо написано, и случилось, что Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Я архистратиг воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус пал лицом на землю и сказал ему, «Владыка, что прикажешь рабу твоему?» И сказал архистратиг Господень Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, где ты стоишь, свято». Из этих самых слов ты поймешь, что это никто иной, как тот, кто вещал Моисею, ибо в Писании сказано ему теми же словами. Когда Господь увидел, что он идет посмотреть, Господь позвал его из куста, говоря, «Моисей, Моисей, он же сказал, что это?» И сказал Господь, «Не подходи так, сними обувь с ног твоих. Место, где ты стоишь, земля святая». И сказал ему, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». А что есть сущность, бывшая уже до сотворения мира, живая и сущая, помогавшая Отцу и Богу в создании всей твари, именуемая Словом Божиим и Премудростью. Об этом, кроме уже приведенных доказательств, можно услышать и собственных уст Премудрости, которая через Соломона очень ясно знакомит нас со своими тайнами. «Я, Премудрость, осенившая совет, меня зовут знанием и разумом, мною царствуют цари и властители, пишут справедливость, мною величаются великие, и мною повелители владеют землей». И добавляет, «Господь поставил меня в начале путей своих, для дел своих, предвечно утвердил меня. Вначале, прежде чем создать землю, произвести источники водные, основать горы, раньше всех холмов, родил Он меня. Когда Он уготовлял небо, я была при Нем. Когда Он размещал непересыхающие источники поднебесные, я трудилась с Ним. Я была, когда Он всякий день радовался. Я ликовала всякий час пред лицом Его. Когда Он ликовал, закончил создание Вселенной». Итак, что Божественное Слово предсуществовало и являлось, если не всем, то некоторым, об этом вкратце сказано. Почему же не было оно раньше проповедано всем людям и всем народам, как ныне? Да станет и это ясно. Люди древних времен не в состоянии были понять премудрое и все совершенное учение Христово. Ибо сразу же после первоначальной блаженной жизни первый человек, пренебрегший Божьей заповедью, не спал в эту смертную и тленную жизнь и получил вместо прежнего божественного наслаждения эту проклятую землю. Его потомки заполнили всю землю и оказались за исключением одного-двух еще худшими. Их звероподобное существование было жизнью не в жизнь. Города, государственные устройства, искусство науки, обо всем этом у них и мысли не было. Законы, справедливость, добродетель, философия не были им известны даже по имени. Они кочевали по пустыням, как дикие свирепые звери. Прирожденный разум, семена разумного и кроткого в человеческой душе, они губили в произвытке добровольно выбранной порочности, целиком отдаваясь всяческим гнусностям, то развращая, то убивая друг друга. Иногда ели человеческое мясо, осмеливались на борьбу с кем? С Богом. Всем известна борьба гигантов. Замышляли отгородиться от неба стенами и в диком безумии собирались идти войной на Всевышнего. На них, ведущих себя таким образом, Господь, надзирающий за всем, насылал потоки воды и огня, словно на дикий лес, разросшийся по всей земле. Он искоренял их непрерывным голодом, чумой, войнами, ударами молний, словно приостанавливал этими тяжкими наказаниями страшную, тягостнейшую душевную болезнь. И когда почти все пребывали словно в глубоком опьянении, в этом широко разлившемся оцепенении порока и души почти всех людей охватил глубокий мрак, тогда премудрость Божия, перворожденное и первозданное предвечное слово при избытке любви к людям стало являться тем, кто поднебесный, под видом ангелов, а одному-двум друзьям Божиим непосредственно, как это было возможно для спасительной силы Божией, но не иначе, как в образе человеческом. Явиться в другом виде было нельзя. Когда же в души большинства людей ими брошены были семена благочестия, и на земле весь народ, происходивший от древних евреев, обратился к вере, таим, как людям, которые в большинстве своем привыкли вести себя по-прежнему, Бог дал через пророка Моисея образы и символы некой таинственной субботы, посвящения через обрезание и умное созерцание, но без раскрытия смысла этих тайн. Когда же закон, данный евреям, стал известен, и как некое благоуханное веяние распространился среди всех людей, когда у большинства народов, через своих законодателей и философов образ мыслей смягчился, нравы вместо диких и свирепых стали кроткими, дружба и взаимное общение породили глубокий мир, когда все люди и народы во Вселенной оказались как бы приготовленными и способными познать Отца, тогда вновь тот же учитель добродетели, помощник Отца во всем благом, Божественное и Небесное Слово Божие явился в начале Римской империи как человек, ничем не отличающийся по телесному существу от нашей природы, свершил и претерпел все согласно пророчествам, возвещавшим, что придет на землю Бога-человек, совершит дивные дела, научит все народы вере в Отца, говорили они о его чудесном рождении, его новом учении, его дивных делах, об образе его смерти, воскресении из мертвых и, наконец, о его божественном возвращении на небо. Пророк Даниил, исполненный Духа Божия, видел царство его в конце веков и так описывает свое видение Бога применительно к человеческому пониманию. Я видел, что поставлены были престолы и воссел ветхий, днями одежда его была как снег и волосы на голове как чистое овечье руно. Престол его пламя огня, огненная река проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли пред ним. Он воссел судить и раскрылись книги. И дальше Я глядел и вот на облаках небесных шел как бы сын человеческий. Он дошел до ветхого днями и приведен был предлице ветхого днями. И даны были им власть, слава и царство. И все народы, племена и языки служили ему как рабы. Власть его, власть вечная, которая не придет, и царство его не погибнет. Ясно, что все это относится не к кому иному, а только к спасителю нашему, слову Божию, которое было в начале у Бога, сыном человеческим, он называется уже потом, после вочеловечивания. Но так как избранные пророчества о спасителе нашем Иисусе Христе я собрал в особых записях и свидетельства о нем убедительно изложил в других книгах, то на данное время сказанного достаточно.